Девушки отдыхают Савелий! Господи! А как же это? Савелий! 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 Ну, как же, это же целая экспедиция! Как я вас одного отпущу? Я тебя брать не планировал. А ну, кто же за вами будет присматривать? Я сам. Ну, сама посуди. Нежнатый адвокат везет с собой хорошенькую горничную. Хорошенькую? Да. Будут пересуды. Так не принято. А если я буду инкогнито? Это не обсуждается. Я еду один. Собери мой чемодан. Обычный набор. А можно я к тетке поеду? Да, разумеется. Добро пожаловать на борт. Капитан Немерт. Ардашев Клим Пантелеич. Капитан Немерт. Капитан Немерт. Клим Пантелеич. Николай Петрович. Клим Пантелеич. Как же это прекрасно. Такой корабль, такое путешествие. Я очень рад вас видеть. А уж я как рад. Господин Пустоселов сразу сказал, что приглашает меня по вашей рекомендации. И вас, кажется, увлекло это путешествие? Увлекло. Есть некоторые обстоятельства. А именно обстоятельства нашего знакомства с господином Пустоселовым. Посмотрите. Боже, госпожа Каверина. Серый кардинал Ставропольских толстосунов. Здесь явно что-то намечается. А это господин Бранков. Бог синима. Говорят, Ставропольские купцы выписали свою знаменитость, чтобы снимать нашу экспедицию. Ага. Благодарю. Хорошо. Даже не знаю, как и благодарить вас за эту протекцию. А она-то что здесь делает? По-моему, это ваша горничная. Она разве не с вами? Варвара! 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 Женя и я вас не знаю. Представляете, что заявила? Что больше не служит у меня. Однако она не дурна для горничной. Отойдём подальше в море, выброшу её за борт. Если б я не знал, что вы шутник. Хорошее начало рейса. Я ещё не видел свою каюту. Варвара! Тюйп! Тюйп!!! Чёрт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С ума сойти, 25 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин Арташев, принесите мне меню. Я прошу меня извинить, уважаемый Клим Нателеич, что я потревожу вас в обеденное время, но обратиться к вам меня заставило горе, постигши мою семью в четверг. Не доводилось ли вам слышать об убийстве на Мещанской? Да, разумеется, конечно, об этом писали все газеты. Позвольте отрекомендоваться. Пустоселов Афанасий Пантелеймонович, тот самый купец, в доме которого совершил злодейство. Да, прошу вас, садитесь. Чем могу служить? Я хотел бы просить вас найти душегуба, лишившего жизни нашему слугу. Савелия Лукича Русанова. Насколько мне известно, поиском преступника занимается сыскное отделение. У них для этого есть все возможности. Вы правы. Власти расследуют преступление, но как-то своеобразно. А что это значит? В убийстве они подозревают меня. Какая глупость. Убить любимого повара и украсть собственные деньги. Я слышал, что вы защищаете безвинно пострадавших от полицейского произвола. К тому же вы всегда находите истинного злодея. Тогда стоит ли ждать, когда они свалят на меня чью-то вину? Видите ли, присяжный поверен, а того так и называется, что принимает участие исключительно в судебных заседаниях. Я не вмешиваюсь в официальное расследование. Получается, что мне остается ждать, пока меня закурят в кандалы? Назовите сумму. Дело не в сумме. Это незаконно. Россия и не Соединенные Штаты Америки, где на каждом углу орудуют сыскные агентства. Выходит, Клим Пантелеич, вы отказываетесь мне помочь? Моему повару Савелью Лукичу на днях исполнилось бы 60 лет. Я знал его с малых лет. Он служил в нашем доме и жительствовал там же. Прошу вас. Где лежал убитый? Вот здесь. А как он был убит? Ножом три удара в спину. Что-то пропало? Деньги из письменного стола и золотой пацыгар жена подарила. Сумма значительная? Полторы тысячи рублей на экспедицию. А что за экспедиция? Да мы тут с купечеством затеяли плавание в Эгейское море. Флору и фауну изучать. Судно зафрахтовали. Ну, образцы в Ставропольский музей хотим привезти. Благое дело. С божьей помощью. Меня назначили начальником экспедиции и казначеем. Вот часть денег я и хранил дома. Хорошо, что хоть часть. Теперь придется из своих возмещать. А как повар попал в ваш кабинет? Так я попросил его ящик стола починить. Это я его повар называю. А вообще-то он разное по дому делал. Что починить, что подлатать. Да, полиция тоже решила, что убийца через окно залез. Ставни старые, поддел чем-то свернул, спингалет. И следы внизу обнаружили. Если нашли следы, почему же подозрение на вас? Вам-то зачем лезть в окно? Капитан, позвольте вопрос. Слушаю вас. Я хотел бы поселиться здесь. Поселиться? Что вы имеете в виду? Буквально. Видите ли, я страдаю клаустрофобией. Находиться в каюте мне совершенно невозможно. Но у меня есть гамак. Ночью я мог бы спать здесь, а дни проводить в салоне и на палубе. Что-то я не понимаю. Вы шутите? Нисколько. Вы можете справиться с моей болезнью у доктора Нижегородцева. Мне необходимо спать на открытом воздухе. Боюсь, у меня нет выбора. Ну что ж, изволите. А если пойдет дождь? Пережду на нижней палубе. Благодарю вас. Ну, устраивайтесь. Добрый день. Вы знаете, я вспомнил, где я вас видел. А, простите, мне некогда. Барину-то своему торопитесь. Я видел вас в доме господина Ардашева. Только тогда на вас был фартук горничный. Я не понимаю, о чем вы говорите? Вы знаете, я даже вспомнил, как вас зовут. Вас зовут Варвара. Что вам угодно? Мне угодно, чтобы вы были немного полюбезнее со мной. Иначе все узнают, что господин Ардашев возит в свою горничную первым классом. Я про это филитон напишу. Да, господи, ну что за драма? Просто поговорите со мной с бокалом шампанского. А чего же не поговорить с благородным человеком? Ну, тогда... Буфет у нас там. Буфет у нас там. Буфет у нас там. Буфет у нас там. Нет, я предлагал экспедицию на Мадагаскар. Клим Бальтелеич, приветствую вас на борту нашего ковчега. Добрый день. Как устроились? Благодарю. Позвольте представить вам. Завесов Василий Макарыч, географ. И Лепилов Егор Матвеевич, зоолог. Ардашев Клим Бантелеич, присяжный и поверенный. Надеюсь, господа, эта экспедиция внесет достойный вклад в российскую науку. Ну, в добрый путь. Доктор, вы не видели, кто только что вошел передо мной? Нет. Вы уже успели познакомиться с кем-нибудь? А как же, конечно. Вон там корреспондент Ставропольских губернских ведомостей Смальский. А вот там Осташкин Виктор Павлович, отважный исследователь глубин. Кто? Водолаз. А рядом с господином Пустоселовым Глинский, студент. Господа, минуту внимания. Позвольте представиться, капитан корабля Немерт Александр Викентьич. Я приветствую вас на борту королевы Ольги. Всем участникам экспедиции я желаю успехов в их добром начинании. Ну, а нашим гостям я желаю приятного отдыха и впечатляющего морского путешествия. И еще позвольте представить Пустоселова Афанасия Пантелеймоновича, начальника и казначея нашей экспедиции. Так что по всем вопросам прошу обращаться ко мне и к нему. И еще одну. Позвольте рекомендовать вам известную исполнительницу, любезно согласившуюся разделить с нами это путешествие. Итак, встречайте Анастасия Бальцева! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Оригинальный, доктор, научная экспедиция с элементами кафе Шантана. Да. Это в бурях есть покой. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, Что ищет он в стране далекой, Что кинул он в краю родном. Браво! 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 Кажется, вы не слишком удивлены. Я видела вас при посадке. Вот я, признаться, поражен. Какими судьбами? У моего мужа дела с господином Пустоселовым. Так я и узнала об этом плавании. Я не знал, что они компаньоны. Были. Осип Осипович умер. Соболезнула. Какого рода дела? Коммерческие. Осип Осипович удачно вложил средства в акции одной железнодорожной компании, И мы вдруг разбогатели. Затем он вкладывал деньги в разные предприятия. Так они с Пустоселовым и объединились. Значит, вы теперь богатая вдова. Богатая и свободная. Поздравляю вас. Зачем вы так? Прошу прощения. Спокойной ночи. Скажите, это Константинополь? Нет. Пока еще Севастополь. А как вы нашли эту экспедицию? Довольно странным образом. В доме руководителя экспедиции господина Пустоселова произошло убийство. Скажите, пожалуйста. Да, убит был его слуга, и Пустоселов пригласил меня для консультации. Осматривая место преступления, я заметил детей, играющих в ножичек. Добрый день, джентльмены. Где ножичек? Какой такой ножичек? В котором играли. Даю вам гривен, если скажете, где вы его нашли. Под окном? Да не гривенек. Кто в окно залез, не видели? Не видели. Мы в окна не лазим. Ножик давай. Благодарю. Ваш? Мой. То есть, такие используются у меня в лавке мебельной. А где лавка? Там, за углом. Нож под окном Пустоселова после убийства – это не могло быть простым совпадением. Ну вот, Клим Пателеич, мое хозяйство. А, ну и что, Федя, как идет торговля? Так, корешно жаловаться, Афанесь Пантельмонович. Люди до сих пор приходят поглазеть на место убийства Лукичата. Да и сюда заходят. Нет-нет, да и купят что-нибудь. Так, как говорится, плоха та буря, которая не приносит чужого добра. Федя, не кощунствуй. Господь тебя накажет. А он и так меня не особливо жалует. Ну, а где ж ты ножичек-то свой потерял? Как? Я сразу заметил характерные следы на запястьях приказчика. Ой. Наш ножичек. Нашелся, стало быть, когда нож пропал? А? А, так, аккурат, накануне, как Савелия-то нашел. Что ж получается, этим самым ножичком. Не припомните, кто был у вас в этот день? Да, да бог с вами. Да мало ли кто, ну. Ну, может быть, кто-то вел себя подозрительно странно. Да не помню я. Ну, сколько народу ходит. Не извольте гневаться. Ну, господин полицейский третьего дня обо всем меня уже расспрашивали. Ну, не помню я ничего. Ну, теперь уже другое дело. Теперь ножичек-то объявился. Нужно было заставить его открыть запястье, чтобы подтвердить мою догадку. Кто-то, кто-то, кто бог весть. Да разве, ежели б я знал бы, да разве, я б я не сказал бы. Афанасий Пантелеймонович. Афанасий Пантелеймонович, не откажите его любезности, пригласите городового. Он стоит на углу Мещанской, архиерейского переулка. А еще лучше, телефонируйте в полицейское управление города Ставрополь. Ага, понял. А что, собственно, случилось? На каком основании задержали? Мальчишки нашли нож под окном кабинета. Видимо, еще до приезда полиции. Думаю, что приказчик решил обокрасть хозяина. Влез через окно, ножом вскрыл раму, и в это время в кабинет неожиданно вошла услуга. Вот тебя, Надь. Не влезал я никуда. Не убивал я никого. Дело в том, что у сидельцев сильно истощаются кости на лодыжках и запястьях. Атаков. Беглый. Обманом устроился к хозяину и взялся за старое. Не убивал я. Ну… Убийство надо доказать, нож всего лишь косвенная улика. А вот факт побега я бы проверил. Всего доброго. Вот что интересно. За несколько дней до убийства в местной газете была опубликована головоломка-криптограмма. За ее разгадку было опищено 25 рублей. Однако… Такую же газету я обнаружил в комнате убитого. Он хотел в эту экспедицию, и его убили. Он увлекался головоломками? Да кто его знает? Он был не от мира сего. Повар, говорите? Да, покойный был неравнодушен к морским путешествиям. Но вот только моряком ему не суждено было стать. Ну, вот не выдержал первый переход, морская болезнь, знаете ли. Вернулся к нам, чему мы все были очень рады. А чего такая страсть? К морю оно вроде бы далеко. Да видно, от деда. Капитана Русанова. Знатный был моряк. Здесь что-нибудь пропало? Разве поймешь. Да и что здесь может пропасть? Злодей бы не добрался до этой комнаты. А это карточка повара? Нет, это как раз его дед. Капитан Русанов. Корсар. Корсар? Корсар, вы не ослышались. Он воевал с турками на море. Ну, грабил их суда. Видно от него, как внука Савельеву передалась эта страсть к морю. Вы же намеревались взять Савелия с собой? Да, конечно. Он очень желал, но не дождался. А какова цель экспедиции, напомните? Флора и фауна островов Эгейского моря. Да. Должно быть очень красиво. Я собираюсь в отпуск, вот думаю куда. Найдется на вашем судне место для одного пассажира. А, так, конечно. И эту же газету я увидел сегодня здесь, на судне. Вы думаете, это не простое совпадение? Я не знаю. А вы говорили с Пустоселовым? Говорить-то особо не о чем. Пожалуй. Ну, что ж, я пойду к себе наверх. То есть, как наверх? Я поселился вон там, под парусом. Под парусом? Да, вы же понимаете, что в здешних каютах мне не выжить. А ведь и в самом деле я совсем забыл. Ну, что ж, я пойду к себе в обычную каюту. А вам доброй ночи. Доброй ночи, доктор. ЗВОНОК В ДВЕРЬ КОНЕЦ КОНЕЦ Доброе утро, Клим Пантелеевич! Доброе утро, доктор! Поднимайтесь сюда! О! А вы неплохо устроились. Позвольте? Прошу. И как спалось? Свежий морской, воздух. Что может быть полезнее? Я бы предложил вам кофе, но чашка только одна. А вам и кофе уже принесли? Кофе и свежую сорочку. Погладили костюм, а также почистили уговь. Вот как. И кто же это сделал? Добрая фея, полагаю. Самок в порядке. Это Варвара, доктор. Как же она смогла проникнуть в каюту? Ну, очевидно, вытащила ключ из кармана ночью, пока я спал. Представляете? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Василов. Доброго утречка. Доброе утро. Как идут дела? Ну, пока все по плану. А что у нас на судне делает господин Ардаш? Так я купил билет, узнал, что есть такая экспедиция и… А что, вас это беспокоит? Больно он ушел. Во всякую бочку. Сами знаете что. Ну, как же я мог ему отказать? Тем более, что я приглашал его разобраться с делом у Русанова. Как? Разве это дело не закрыто? Убийца ведь беглый каторжник. Да Карташев его и нашел. Вот почему он здесь. Почему же? А он не верит, что вашего повара каторжник убил. Вы сами-то верите? Смотрите, Афанасий Пантелеймонович, не огорчите меня. Позвольте нарушить ваше уединение, Глинский Александр Иванович. Простите мне мою смелость, но я второй день смотрю на вас и не могу оторвать глаз. Вы так одиноки? Это притягивает. Александр Иванович, смотрите лучше на море. Это успокаивает. Прошу вас, не гоните меня. Мы с вами заперты на одном корабле в одиночестве и праздности. Вдруг вам будет со мной интересно. Хотите развлекать меня? Попробуйте. Это ваш первый морской воеж. Вы выглядите в стрюбе. Попробуйте. Благодарю. Василий Макарыч, вы можете мне сказать по чести, какого рожна мы тащимся в это Эгейское море? Чего этого, Егор Матвеич? Я зоолог. Вы географ. Ясните мне, чего такого неизведанного есть в Эгейском море по вашей части? Знаете ли, всегда найдется, что уточнить. Вот, по моей части, животных неизвестных науки, к сожалению, не существует. Нет, я просил устроить экспедицию на Мадагаскар или Бразилию. Вы же знаете, наши ставропольские меценаты уперлись в эти Эгейские острова. А что мы там будем делать с нашим единственным водолазом и почти без оборудования? Дорогой Егор Матвеич, вы же знаете, как сейчас трудно найти средства даже для такой экспедиции. Так что исследуйте, что дают. Миль пардон. Приятного аппетита. Да, и вам доброго дня. Нет, прошу. А знаете, господа, с нами на судне страстный кладоискатель. Да что вы, и кто же это? Господин Завесов. Я встречал его раньше. Это длинная история, как исповедь грешника. Сразу после водолазной школы я работал в Севастополе на очистке дна гавани. И вот, однажды в пивной ко мне подсел незнакомый господин. Представился учителем географии. И предложил заработать, совершая ряд погружений в указанных им местах. И он был уверен, что там полным-полно золота и серебра. И все, что я там не найду, он собирался поделить между нами пором. Я тогда сказал ему, что я паду. Хотите сказать, это был Завесов? Да, это было он. Ночью мне приснилось, будто бы я погрузился. И там, в трюме затонувшего судна, я нашел... Что? Скелет моряка. Да ну. И этот скелет мне сказал, что если я когда-нибудь захочу увидеть своих внуков, мне не стоит соглашаться на предложение этого господина, учителя географии. И в очередной раз, когда я увидел Завесову, я отказался. Он что-то невнятное буркнул в ответ и ушел, не попрощавшись. Любезный, принеси-ка нам водички. Ваш ход. Вы удивление мое представьте. Когда я увидел Завесову среди членов экспедиции, он притворился, что не узнал меня. Вот, собственно, и все. Да, много я услышал сегодня интересного. Голова кругом. Клим Батилеевич! Прошу прощения, доктор. Только не бросайте ее за борт. Да что за фокусы? Клим Батилеевич, ну нашли место для ночлег. Как босяк, ей-богу. Ты мне больше не служишь. Так-то оно так. Ну, кто же о вас позаботится? Я пожалуюсь капитану за то, что ты самовольно проникла в мою каюту, и он садит тебя на берег. А я скажу всем, что я ваша горничная. Вот потех-то будет. Ну что, у меня шантажировано, что ли? Ну, называйте, как хотите. Только я вас одного не брошу. Ну, что мне с тобой делать, а? Лучше подумали, что вам делать. Ночью, когда я к вам подходила, смотрю, какой-то господин к вам по лестнице подбирается. Что значит подбирается? А то и значит. А как шаги мои услышал, так вниз по лестнице, чуть кубарем не скатился. Исчез. А кто такой? Темно, я не разглядела. Почему ты меня не разбудила? Ну, что ж будить, когда он убег? Вот что. Я готов вступить с тобой в тайный союз. Ой. Ты будешь же докладывать обо всем, что происходит здесь, на судне. Это я могу. Не сомневаюсь. Только при одном условии. Что ты оставишь в покое все мои сорочки и костюмы и перестанешь шастать в мою каюту. Воля ваша, если вам так будет нужно. Мне так необходимо, чтобы ты не крутилась вокруг меня. Хорошо? Договорились. Замечательно. А теперь поцелуйте даме ручку. Вот так. Чудно. Так, внимание. Посмотрели на меня. Посмотрели. Так, чуть-чуть-чуть. О, хорошо. Хорошо. Отснимите без козырки. Улыбочку. Ай, хорошо. Великолепно. Пожалуйста, в камеру. Да-да, вы-вы. Великолепно. 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 Спасибо. Что с вами? Ничего, ничего. Через два дня морская болезнь. Отпускай. Вот. Глотните. Вот. Завесов. Что? Завесову убили. Господи. Он мертв. Позовите Ардашева. Адвокат Ардашева. Зам Напаловый. Быстрее. О, боже мой. Что же это такое? Удар в область поясницы или несколько ударов. Под одеждой трудно разобрать. Необходимое вскрытие или осмотр в лазарете. Господин присяжный поверенный, вы один имеете опыт в такого рода делах. Поручаю вам произвести следственное действие по факту убийства господина Завесова до прибытия полиции. Доктор Нижегородцев вам в помощи. Дело необходимо доставить в лазарет. Боцмана сюда! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Любезный. Пригласи ко мне господина Смальского. Господин Смальский, прошу вас. Позвольте вам задать несколько вопросов. С удовольствием, Клим Пателеич. А мы с вами поменялись ролями, теперь вы будете задавать мне вопросы. Вы же помните мой визит к вам домой от моей газеты. Ну, разумеется. Как вас по отчеству… Андрей Ферапонтович. Вы ведь вернули нож на камбус Андрея Ферапонтовича? Вернул. Кок видел. Кок как раз не видел. Ну, как же. Я вошел, поблагодарил и положил нож на стол. И в котором часу это было? Я точно не помню. Около десяти часов. Вы ведь корреспондент губернских ведомостей? Совершенно верно. А что вам известно о криптограмме, за разгадку которой пообещали 25 рублей? Была такая. Я сам принимал ее в печать. Я тогда был дежурным выпускающим. Вы ее сами принимали? Да. Что такое? А кто ее принес? Я не помню его фамилии. Он служил у господина Пустоселова. Тот, которого убили. И я же выезжал на место преступления от газеты. Вы в этом уверены? Совершенно. Это был Русанов. Теперь помню его фамилия Русанов. А он не сказал, что это за криптограмма? Откуда она у него? Он сказал, что занимается составлением головоломок. Увлечение такое. Увлечение. И пообещал 25 рублей. Мне тоже показалось это странным, но в газеты приходит много странных людей. Со временем привыкаешь. Допустим. Благодарю вас. Вот вы где. Вы теперь не должны отходить от меня ни на шаг. Это еще почему? Ну как почему? Убийца на корабле. Вы теперь под моей защитой. А вы в самом деле станете меня защищать? В самом деле. Я вам больше скажу. Я готов защищать вас круглые сутки. Вы не можете теперь находиться ночью одна в своей каюте. Ну это вы бросите. Из чего придумали. Вы меня неправильно поняли. Я буду дежурить у вашей двери в коридоре. Правда что ли? Правда что ли? Ваше степенство. Я тут слышал кое-что. Чего тебе? Я слышал про господина Завесова. Чего про Завесова? Ты чего? Чего огородишь то? Я за что купил, за то продаю. Я сам слышал, как этот господин водолаз господину Завесову проклад какой-то поминал. Которое они будто вместе искали. Рассказывать присяжному поверенному или нет? Не надо. Не говори ничего. Только дело запутаешь. И что это за газета? Совсем недавно в доме купца Пустоселова произошло похожее убийство. Афанасия Пантелимоновича? Да. На месте преступления была найдена такая же газета с криптограммой. И какое же отношение это имеет к нашему злодейству? Я думаю, что эти два убийства связаны. Неужели? Так может быть газета здесь вовсе не из-за криптограммы, а просто газета? Обратите внимание на основные и самые глубокие изгибы. И что вы видите теперь? Ну, вы просто сложили ее вчетверо. Но заметку можно прочитать только с одной стороны. Погибшая сложила ее именно так, для своего удобства. Так что же получается, что сейчас на суде находится преступник, совершивший оба преступления? Ну, возможно, это разные преступники. Определенно одно, что убийство и криптограммы связаны. Зачем нужно было расправляться с поваром? Слишком мало информации, доктор, чтобы строить гипотезу. Мне нужно опросить всех членов экипажа, пассажиров, где они были в момент убийства. Поможете? Разумеется. Как вы себя чувствуете? Я в порядке, доктор. Неужели у вас нет ни одной гипотезы, что же на самом деле здесь происходит? Что происходит, доктор? Я думаю, что эта экспедиция вовсе не за флорой и фауной, а за чем-то другим. Что же это может быть? Ответ есть там, в криптограмме. Шпионаж. На этом судне только один шпион, и то бывший. Клим Пантелеич. Что ж это такое? У вас есть уже гипотеза? Нет, пока ничего нет. Значит, это может быть кто угодно? Да, кто угодно. Мне повезло, что на судне есть вы. Это успокаивает. Боюсь, я не могу гарантировать безопасность никому на этом судне. Я понимаю, но мне все-таки спокойнее. А где вы были с десяти тридцати до одиннадцати тридцати? У себя в каюте. Потом в салоне. Как вы все-таки оказались на судне? Купила билет, как и все. Вы от меня что-то скрываете, я это чувствую. Я что, опять подозреваемая? Прошу прощения. Как вы обнаружили тело? Я вышел из салона. Увидел за углом под лестницей торчащий носок ботинка. Кто-то был рядом с вами в этот момент? Нет. Никого не был. Давно знакомы с убитым? Да, очень давно. Еще со студенчества в Московском университете. Да и многие научные интересы нас позже объединяли. А не научные? Простите, что вы имеете в виду? Ну, может быть, он вас с картой обыграл или денег задолжал. Нет. Подобных глупостей между нами быть не могу. Ну, почем мне знать? Я пытаюсь выяснить, что было возможно между вами. Ничего подобного. Нас объединяли исключительно научный интерес. Кто вас пригласил в экспедицию? Завесов. Кто пригласил Завесова? Насколько мне известно, господа Пустоселов и Варяжский. Ну, покойный муж, присутствующий здесь госпожи Варяжской. Вы знали Варяжского? Нет, нет. Завесов. Завесов мне сказал, что он один из учредителей экспедиции. Так это о нем вы говорили? Старый авантюрист увлек нас всех и помер. Нет, нет. Что вы. Это Завесов сказал. Но он имел в виду, что экспедиция не очень хорошо подготовлена. Интересно, какое отношение Варяжский мог иметь к географии, флоре и фауне? Честно говоря, я сам толком не понял. Да и я не сильно вдавался. А вы спросите у Аделаиды Александровны. Да, благодарю вас. Продолжайте, доктор. Прошу вас. Вот уж не думал я, что этот скучнейший Варяж подарит мне два таких ярких события. Встречу с вами и это убийство. Убийство? Для вас это нечто яркое? А разве нет? Разумеется, это злодейство и варварство, но ведь нельзя же отрицать, что в том и яркость, если отвлечься от моральной стороны. Да вы просто персонаж Достоевского. Я не чураюсь парадоксов жизни. Прошу прощения, мне нужно поговорить с вами. Конечно. Вы почему мне не сказали, что ваш покойный муж занимался организацией экспедиции? Занимался? Разве? Конечно. Он знал убитого Завесова. А, ну это да. Что еще вы от меня скрываете? Ничего я от вас не скрываю. Как умер ваш муж? А это какое имеет отношение? Апоплексический удар. Когда вы узнали о подготовке к экспедиции? Уже после смерти мужа, когда разбирала его письма и документы. А точнее, конкретнее. Может, с месяца назад. К чему все эти вопросы? Пока не знаю. Вспомните, пожалуйста, где вы были в момент убийства? Я находился на терме. Господин Глинский, моя фамилия Ардашев, капитану Половодцеву… Я знаю. Несколько вопросов. Разумеется. Где вы были в момент убийства? Я не знаю, когда был этот момент. Между девятью тридцатью и десятью тридцатью. В этот промежуток времени я проснулся, пошел в салон, выпил кофе, вышел на палубу, вернулся в салон. Позавтракал, снова вышел на палубу, поднялся на верхнюю палубу, посидел в шезлонге. А потом мы гуляли с Аделаидой Александровной. Скажите, где вы находились в момент убийства? На палубе. И какая была погода в это время? Хорошая. Угу. Клим Бантелеич, морем любуетесь? Вы уже ответили на вопрос у доктора Нижегородцева? Да, ответила. Могу и вам ответить. Я ничего подозрительного не видела и не знаю, кто убил Завесова. А вы что, устранились от процесса? Да. Просто понимаю, что определить местоположение пассажиров в момент убийства невозможно. Все толкутся из каюты в каюту. И от любой точки до места преступления можно дойти за несколько минут. И что же вы намерены делать? Госпожа Каверина, вы ведь снова представляете интересы неких кругов и так далее. Именно так. Скажите честно, что на самом деле это за экспедиция и каковы ее цели? Вам это известно? Изучение флоры, фауны… Да. Различных… Господин Ардаш, я все-таки надеюсь, что вы найдете убийцу. Эта экспедиция не может быть отменена. Я подумаю. На эту экспедицию потрачены огромные деньги. В том числе и мои. Должен быть результат. Позволите? Вы уже ответили на вопросы этого странного доктора? Чему странного? Мне так показалось. Вы были знакомы раньше? Да, мы виделись. И этого адвоката вы, кажется, давно знаете. Вы меня допрашиваете? Ну, что вы. Просто, когда он рядом, вы любезнее со мной. Чаще улыбаетесь. Я вам улыбалась? Вы ошибаетесь. Почему вы так грубые со мной? Будто я какой-то хам трактирный. Мне кажется, я этого не заслуживаю. Пожалуй. Пойдемте на палубу. Куда здесь еще деться? Да. Да, действительно. Деться вам некуда. От вашего адвоката просто никуда не скрыться. Как ваше самочувствие? Прекрасно. Замечательно. Скажите, в момент убийства где вы были? Пойдемте. Пойдемте. Ну что, с ключом? Будет вам ключ. Не извольте беспокоиться. Только прибраться там надо. Ну ты уж, братец, не подведи. И шампанского. Любезный. Что? Что угодно? Что у тебя за дела с Глинским? Кто это? Я не знаю. Студент, с которым ты только что разговаривал на палубе. Не ври. Пассажу под замок. Да ключ он просил у меня от свободной каюты. Зачем? Ну надо, я мог где-то шуру-муру с дамой закрутить. С Варяжской? С ней. Он студент, живет с другим пассажиром в каюте. Нужна свободная. Ну сами понимаете. Какая свободная? Да та у Бьенного. Ну там уже прибрали. Осталось белье постелить, шампанское, то да сё. Так что, мне отказать студенту? Сам решай. Варя! Не бегайте от меня, а то я подумаю, что вы манкируете нашим договором. А у нас прямо договор. Ну а как же. Пойдемте в буфет. Выпьем шампанское. Я не пью шампанское. В самом деле? Господи, какая прелесть. И вам не прелесть, господин Смальский. Прелесть, прелесть. Пойдемте в буфет. Я открою вам волшебный мир, полный запретных ладов. Только попробуйте. Я закричу. Господи, какая прелесть. Тогда пойдемте, налью вам лимонаду для начала. Чего изволитесь? Мебель на любой вкус. Кошерин. Ефим Андреевич, мне гордовой доложил, что вы здесь. Ай, ну что там у вас случилось? Доставили телеграмму от Ардашева. Он плывет на судне в экспедиции этого Пустосилова. Там произошло убийство. Убийство? Это не наш участок. Так-то оно так. Только вот господин Ардашев считает, что это связано с убийством в доме Пустосилова. Ага. А кто убит? Некий Завесов. Учитель географии. Не понимаю, какое это имеет отношение к нам? На ноже, которым убит повар Пустосилова, обнаружены отпечатки пальцев приказчика. Ну какая связь? Вот я тоже голову ломаю. Кому вдруг понадобилось убивать какого-то учителяшку? С него и взять-то нечего. Знаю я эту интеллигенцию. А вы, Антон Филаретович, значит, к интеллигенции себя не относите? А я полицейский, Ефим Андреевич. Моя задача гейменников, шниферов и иконокрадов ловить. Вокруг нас, вон, подлого сословия лют. И мне некогда мозги забивать всякой наукой. Пусть лошади думают, у них, вон, головы большие. Значит, Ардашев там копает? Копает. А приказчик, которого мы тут взяли, не сознается? Не сознается. Вот что я думаю, Антон Филаретович. Собирайтесь, как вы, в Новороссийск. Возьмите какую-нибудь посудину попутную и вдогонку за той экспедицией. В море присядете на королеву Ольгу. Может, на самом деле, убийца повара там, вместе с этим Пустоселом. А может, это и сам Пустоселов. Вы знаете, Ардашев, да, если уж он вцепится, так и... А даже если Ардашев впередит вас, то арест убийцы вы совершите. И значит, наше соскное отделение раскроет заграничное смертоубийство. Это, конечно... Вы, давайте, выписывайте командировочный и в путь. Потому что не гоже нам здесь, словно зрителям стиматографа, сидеть и наблюдать, как этот убийца из наших рук на кораблике уплывает. А ну, конечно, правильно излагаете, Ефим Андреевич. Ну, боюсь признаться, я качку не переношу. Я совсем не умею плавать. Что? Антон Федорович, что вы там бормочете? А? Я совсем не умею плавать. Голубчик, я же вас не заставляю лёжками по чёрному морю плыть. Вы будете в ресторане сидеть и на волны любоваться. Может, из-за этих самых волн Ардаша вам убийцу и выловит. Тошнит меня от волн, Ефим Андреевич. Вот что. Будет стоянка. Едемте в город. Устрою вам незабываемый воеждж. Возможно, я выберу другого экскурсовода. Да он даже не смотрит в вашу сторону. Ну, неужели вы бы предпочли мне этого щёбой, самодовольного Фата? Вы сами-то в зеркало давно смотрели? Надеюсь, тело спустят на берег и организуют его отправку в Новороссийск? Разумеется. Капитан уже распорядился. Скажите, капитан, чтобы всех отпустили на берег. Всех до последнего матроса. Да, но как же. Ведь убийца-то, кто бы он ни был, может сойти и не вернуться. Вот и пусть уходит. Зачем он нам здесь нужен? Потом уж его не достать. Так и оставим безнаказанно. Вы меня слышите? Экспедиция должна продолжаться. И если таким образом мы можем избавиться от опасного попутчика, то должны избавиться всех на берег. Бедный Василий Макарыч. Царствие небесное. Стоп-машина. Приготовиться, отдать носовой. Александр Викентьевич, тут такое дело. Всем пассажирам и команде нужно отдохнуть. Разрешите сойти на берег. За Женю не имею. Станцию только в Бахтиной. Очень хорошо. Ну, это так, на всякий случай. Господин капитан, необходимо запретить пассажирам и команде сходить на берег. Почему же? Мы даем возможность убийце скрыться. Позвольте, Клим Пантелеич, я начальник экспедиции, я уже всем разрешил сойти на берег. Вы не имеете права вмешиваться. Я руковожу расследование. Я премного благодарен за ваше старание, Клим Пантелеич. Но позвольте это решать мне. Капитан. Господа, решите это между собой, я уже распоряжусь. Куда ты? Куда ты, ворона? Значит так, господа, если кто-то сойдет на берег, я телеграфирую в полицейское управление города Ставрополь, что вы и лично вы мешаете следствию? Ну, будь по-вашему. Господин капитан, извольте запретить всем сходить на берег. Всем, кроме бедного покойника. Отдать носовой! Господин капитан, мы от лица всех пассажиров выражаем протест против вашего запрета. Почему мы не можем сойти на берег? Совершено преступление и ведется следствие. И что теперь? Вы все под подозрением? Под домашним арестом? В пределах судна вы совершенно свободны. Это просто возмутительно. Приньте в Константинополь и смотреть на него издалека. Я напишу об этом в своем репортаже. Как вам будет угодно. Осторожно, господин корреспондент. Чтобы мне не пришлось на самом деле сажать вас под домашний арест. Благодарю вас. Прошу. Немецкий аппарат. А вы большой оригинал, как я погляжу, Клим Пантелеич. Это по необходимости. Да-да, я знаю. Я знаю, кто убил. И кто же? Лепилов. У вас есть доказательства? Они так собачились еще до отплытия. И здесь на корабле успели поссориться два раза. Из-за чего? А кто же их разберет? Из-за своей науки. Господин Пустоселов, из-за науки не убивают. Как знать, как знать. Они так грызлись. А вы знаете, что это? Газета, как я погляжу. Нет, нет, я вот об этой головоломке. А что такое? Я не мостак и нет времени головоломки разгадывать. Такую же газету я обнаружил в комнате вашего повара и в каюте Завесова. А это вы на что намекаете? Вы ведь собирались взять повара с собой? Так точно. А вы знали, что он опубликовал эту криптограмму и за разгадку пообещал 25 рублей? Нет, но по совести говоря, он был немного того. Чудаковат. Царствие ему небесное. Я уверен, что то, что здесь зашифровано, имеет прямое отношение к нашей экспедиции. Может быть, может быть. Честно говоря, я не мостак в этом деле. А вы как разгадаете, уж дайте знать. Непременно. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Стюарт. Любезный! Зови капитана и доктора. Быстро! Что вы собираетесь делать после ужина? Вы спрашиваете. Пять кругов по палубе и спать. Что здесь еще делать? Может, партию вподкинуло у вас в каюте? У меня? Да вы наглец. К себе пригласить не могу. Делю каюту с нашим журналистом. Шампанское обязуюсь доставить. Право же вы удивительный наглец. Просто партию в дурачка. Что ж тут такого? Идите. Я за вами. Раскользну, никто не заметит. В самом деле, от тоски здесь и на карте с вами согласишься. Рискните. Нет, ну что значит не петь? Я не могу не петь. У меня контракт. И у меня. Вы же знаете, на судне произошло убийство. И что? У нас теперь траур. Нет, трауры мы не объявляли. Но все-таки тело только вынесли. Ну и что? Я вообще с этим господином не знаком. Я даже с ним словом не перемолвался. Послушайте, у меня сдельная оплата. Сколько я спою, столько вы мне и заплатите. Вы же сами, сами настояли на этих условиях. Вот именно. Чего вы хотите? Петь. Ну пойте. Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. В сердце моем поселилась тоска. Гонит по свету судьба моряка. Где эта улица, где этот дом? Где эта барышня, что я влюблен? Полны ревущие бьются об борт. Ветры морские влекут меня в порт. Вот эта улица, вот этот дом, Вот это барышня, что я влюблен. Крутится, вертится шар голубой, Парушиной унесет нас с тобой. Бьется наш парус и хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Доктор, осмотрите тело. Да, да, конечно. Море! Смотрите, море! Да, это чертово море! Вы что, только заметили? Нет, я его видела, конечно. Но налюбоваться никак не могу. Ура! Выпьем за этом. Ну, еще полбокальчика и все. Ну, конечно, полбокальчика. Взгляните. Разве не хорошо? Хорошо? Да просто замечательно. Очень хорошо. Шампанское такое вкусное оказывается. У меня от него пузырьки в голове. У кого пузырьки, а у кого нет фейерверки. Пойдемте в каюту. Чего нам тут сидеть? В какую каюту? Может, не к вам ли? Ко мне никак нельзя. С Глинским живу. Может, к вам? Ух, чего удумали? Ко мне. Я девушка порядочная. Ой, никаких сомнений. Тогда пойдемте в одно тайное место, я вам кое-что покажу. Что это вы мне покажете? Сюрприз? Ну уж нет. Знаю я ваши сюрпризы. Ну вы что? Вы это хотели мне показать? А это что? Как что? Ключ от каюты? Вы мне хотели каюту Биенова показать? Ну что такого? Там уже все прибрали. Да, вот. Где вас носит? Благодарю покорно. Варя. Варя. Откуда у вас ключ от этой каюты? Да дело-то простое. Ага. Удар чем-то острым прямо в сердце, со спины. Очень похоже на убийство с завесом. Вы нашли что-то? Да, нашел. Это рукопись капитана Русанова. Тот самый дед убитого повара. Два раза преступник пытался найти ее, и не нашел. При чем здесь стер? Это он искал рукопись? Ему кто-то помешал. Или он помешал кому-то. Я видел, как из каюты выходил Глинский. Глинский. Что же вы сразу не сказали? Надо задержать его. Да куда он денется с корабля? Давайте понаблюдаем за ним. А он еще кого-нибудь не убьет? Надо взять и допросить. Хорошо. Прикажите арестовать. Это на самом деле увлекает? Афанасий Пантелеймоныч, а мы что так и будем в море болтаться без права сойти на берег? Такая ситуация. Ну, а когда мы на место придем, мы тоже с корабля не ногой? Что же мы за экспедиция-то такая? Вы, Виктор Павлович, не извольте беспокоиться раньше времени. Уж вам-то на дно морское в любом случае разрешат сойти. Я спокоен тогда? Господа! Да. Господа! Убийство! Как убийство? Что? Что? Опять убийство? Я пошел в лазанью. Ну, и жога разыгрался. У меня бывает после ужина, когда поедет. Да хватит тут же с вашим. Я захожу, а он там лежит. На столе. Мертвый. Кто? Стюарт. Мама, дорогая. Мама, дорогая. А, чего? А, я-я-я. Господи. Может, хватит? Ты с утра уже приложился. Ты что, не слышала, что я сказал? Я покойника видел. Ой, перепугался, барышня-гипнозистка. Дура! Того гляди и сами ляжем. Черт знает что происходит. А сама-то, да? Не твое дело. Клим Пантелеич. Да? Клим Пантелеич. У Смальского ключ от каюты Завесова. У Смальского? Угу. Номер 13. Почему? Зачем он Смальскому? Что с тобой? Ой. Он и хотел меня туда увлечь. Ну-ка, посмотри на меня. Ты что, пьяна, что ли? Шампанского немного. Я тебя прошу держаться от него подальше. Ты с ним шампанское пьешь и по каютам ходишь. Я не виновата. Это он сам. Не можем найти Глинского. Его нет ни в его каюте, ни на корабле. Ну, что, он за борт, что ли, прыгнул? Или ему помогли? Я знаю, где он. Что вам угодно? А, Дулейда Александровна, откройте. А что случилось? Господин Глинский у вас. Что? Как вам такое в голову пришло? Я прошу вас, откройте дверь. Что происходит? Позвольте. Дулейда Александровна, это капитан Немерт. Откройте, пожалуйста, дверь. Дулейда Александровна, у меня есть дубликат ключа. Господа, объясните мне, что происходит? Это переходят всякие границы. Господин Глинский у вас. Что за странные фантазии? Позвольте осмотреть каюту. Это уже какой-то произвол. Господин капитан, объясните мне, что здесь сейчас происходит? Клим Пантеревич, может быть, мы того? Чуть позже. Господин Глинский, вылезайте. Не заставляйте меня приказать матросу выволочь вас. Пожалуйста, прекратите этот цирк. Послушайте, я просто не хотел компрометировать Аделаиду Александру. Вам это блестяще удалось, болван. Это просто партия в дурачка. Прикажите сопроводить господина Глинского в салон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Я видела, она к вам по ночам ходит! Что с вами? Что, пьяны? Какие болваны! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Каюте номер 13 два часа назад! Добро пожаловать в Каюте! Добро пожаловать в Каюте! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я не понимаю, о чем! У вас видели ключ от 13-й каюты. Где он? Он вас с собой? Нет! Если я попрошу матроса обыскать вас... Где вы его взяли? Получил его у стюарда. Зачем он вам? Хотел побыть один. Я делю каюту с господином Глинским, а тут свободная каюта. Вы хотели побыть в одиночестве или в обществе барышни? Лучше не продолжайте. Где вы были в момент убийства стюарда? Это когда же? Приблизительно два часа назад. Но с погрешностью в полчаса. Два часа назад я пил шампанское с хорошо известной вам мадемуазель Варварой. Мы это проверим. А пока вам придется посидеть в заперти. Я полагаю, протестовать бессмысленно. Абсолютно. Проводите господина Смольского. Что теперь, Клим Пантелеич? Я думаю, всем нужно отдохнуть. Я пока проверю рукопись капитана Русанова. Думаю, она имеет прямое отношение к экспедиции и к тому, что происходит здесь, на судне. Утром, господа, все утром. Что ж, надеюсь, до утра больше никого не убьет. Спокойной ночи, господа. Да, надеюсь. И поздновато? А? Для прогулки. Вы знаете, что это? Рукопись какая-то, как я вижу. Да, это рукопись капитана Русанова. Написана в 1791 году. Вы знали, что у вашего повара хранилась эта рукопись? Ну, что-то он говорил, да. Капитан Русанов командовал одним из корсарских судов. Спасаясь от турок, он высадился на каком-то греческом острове и спрятал там награбленные у них сокровища. Да, что-то такое рассказывал не наш Русанов о своем дедушке. Господин Пустоселов, эта экспедиция за кладом? Да бог с вами. Пираты, клады. Ну, что за детские фантазии? То есть вы ничего об этом не слышали? Да о чем, Клим Патилеевич? Скоро я узнаю, ради чего был убит ваш повар и еще двое. Клим Патилеевич, а я вот вам тут покушать принесла, а то вы все без ужина все бегаете. Я вижу. Ну, что ты своего добилась, а нас уже болтают. А, это варяжская. А сама-то? Ты зачем пришла? Я слышала, как эта Каверина говорила Пустоселову, что он все испортил и что убийцу надо с корабля садить. Они что-то замышляют. Ты молодец. А правда говорят, что вы этого Линского из-под кровати варяжской достали? Да, правда. Все, давай. Иди к себе и на ночь запирай каюту. Можно подол. Всех-то днем убивает. Давай-давай, ступай. Ну, покушать. Ну, хорошо. Давай. 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 Музыка Господин Музыка Господин Музыка Вам не кажется, что сейчас не место и не время? Прощу Прощения, Клим Пантелеич Но мне нужно репетировать каждый день Отрабатывать новую программу Хорошо, продолжайте, но можно что-нибудь лирическое? Ну, как вам угодно Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Клим Пантелеич Доброе утро, доктор Я дочитал рукопись капитана Русанова Это удивительный документ И с точки зрения истории И с точки зрения того, что происходит здесь, на судне Эта экспедиция Вовсе не за флорой и фауной А за кладом За каким кладом? За самым настоящим, доктор Золото, бриллианты, рубина, жопчуга Вы шутите? Нет, нисколько Помните из истории О греческих корсарах Воевавших на море с турецким флотом? Да, конечно Так вот, капитан Русанов Командовал одним из таких корсарских судов Убегая от турок Он высадился на каком-то греческом острове И спрятал там награбленные у них сокровища Ну и где же этот остров? Да в том-то все и дело, доктор В рукописи есть описание пещеры в горах Но на каком острове неизвестно Зато есть Криптограмма, где зашифровано Либо название острова Либо его координаты Да Значит, повар Русанов Опубликовал криптограмму Чтобы кто-то ее разгадал И кто-то ее разгадал Доктор, вы не могли бы снять отпечатки В каюте Завесова Вы же знаете, у меня не получится Да, я понимаю Вы знаете, я Что-то слышал об этом В одном способе Улечить преступника Да, а потом сравним эти отпечатки С отпечатками Смальского и Глинского Уверен, у вас получится Я благодарю вас За доверие Доктор, что вы делаете? Выполняю поручения Клима Пантелеевича Докталоскопия Это будущее Криминалистики Господа Разрешите презентовать вам Водолазный костюм В нем я буду производить Исследование морского дна В выбранном нашей экспедиции районе Кто-нибудь из господ Желает проверить вес подводного снаряжения Ботинки водолаза Поаплодируем Поаплодируем, господа Ну что там, доктор? Пока ничего нет Кто-нибудь еще желает? Субтитры 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 Доктор Вы знаете Я все же нашел Один отпечаток Вот Разгляните Только один? Ну там же были и я И Завесов И Стюарт Только один Значит Кто-то намеренно Стюарт все отпечатки пальцев Абсолютно все Вот что я думаю, доктор Дело было так Повар Русанов Имеет от деда рукопись С криптограммой Об этом Узнает его хозяин Пустоселов Они собираются Организовать экспедицию Но не могут Разгадать Криптограмму И дают объявление В газету А Завесов разгадал Да, но они не берут его в дело И он убивает повара И забирает рукопись Значит Завесова Убил Пустоселов Нужно допросить Пустоселова А что если он не один Если в заговор Вовлечены Все участники Экспедиции Вы думаете Это возможно Чтобы Все Все возможно, доктор Так что советую Запирать Каюту на ночь А как же вы Мурашки Впечатление Нужно Мурашки Господин Пустоселов Прошу вас Пойдемте Вы стерли отпечатки в каюте Так точно Ключ убрали на место Так точно Вы получили рукопись Вора Дашева Нет Всю ночь он ее читал А утром там у него Наверху ее не было Эта рукопись Принадлежит вам по праву Я не могу на него давить Ардашев так меня подозревает Хорошо Время еще есть А эти Глинские Смальские Как думаете Кто-то из них убийца Это только Ардашев Может понять Дай бог Найдет он эту убийцу Дай бог Не тяните с рукописью Субтитры сделал DimaTorzok Это отпечаток пальца Большой палец правой руки Лампа была найдена в каюте Теперь приложите каждый палец Сюда А затем сюда На бумагу С какой стати мне это делать Не шутите со мной Глинский Иначе будете сидеть в трюме С крысами До Новороссийска Субтитры сделал DimaTorzok Это ваш отпечаток Вы были там Кого вы убили Стюарда или Завесова Никого я не убивал Да я был там Я вошел Увидел тело стюарда И тотчас вышел А почему никому Об этом не сообщили Потому что предвидел Происходящее со мной Теперь Боялся что обвинят меня Так А зачем вы вообще Туда пришли Стюард должен был Подготовить эту каюту Ну вы знаете Для свидания С госпожой Варяжской Да Он должен был Показать мне каюту И передать ключ Ключа у вас не было Нет Что вы там искали Искал Да я вылетел оттуда Как ошпаренный Вы же видели Ваш отпечаток на лампе Что вы там искали Ничего я не искал Вспомнил Когда я вошел И увидел тело То попятился Оступился И вероятно Тогда коснулся лампы Сочиняет на ходу Я просто забыл Идите и подумайте еще В этот раз Вы глубоко ошибаетесь Господин Ардашев Могу сказать Что кофе не очень Чем могу быть полезен Господа Вы ведь Не нашли моих этих Отпечатков И не могло их там быть Потому что не заходил Я в каюту завесывал Просто не успел А ключ вы получили У стюарда Но в тот момент Когда я его увидела У вас мудмуазель Варвара Стюард уже был мертв Так я взял ключ Заранее И не знал я Что там в каюте И не заходил туда Вы заплатили стюарду За каюту? Разумеется Дал ему какую-то мелочь Ну послушайте Клим Патерич Ну на что мне сдался Этот стюард Чтобы его убивать? Вы свободны Только потому что Варвара подтвердила Ваше алиби Господи Благодарю Пойдемте наверх Ну позвольте Прошу Господин Смальский Так это не вы все-таки убийца? Господи оставьте эти глупости Давайте к нам Расскажите что там со следствием Потом Ждем Позволите Что же мне с вами делать? Благодарю вас Вы меня прямо спасли Не за что Нам нельзя больше встречаться А то про нас уже все болтают Как же я без вас? Оставьте Не хватало еще Чтобы вы меня славили Как господин Глинский А славил госпожу Идите Идите А то нас уже все смотрят Поищитесь от рукой места Хорошо Хорошо я ухожу Ну я надеюсь Что мы с вами еще увидимся Конечно увидимся Куда же надеемся Клим Пантелеич Да Что такое? Вы уже прочли рукопись Русанова Прочел Так пожалуйте ее мне А зачем? То есть как? Это принадлежало моему слуге Должно остаться у меня А видите какое недоразумение? Ночью читал заснул Видимо выронил из рук С утра проснулся А ее нет То есть как? Видимо ветром сдуло Или украл кто-то А ну Как же теперь? Что теперь? Это же Это Конечно понимаю Это реликвия Но вы не переживайте Экспедиция может продолжаться И без нее Там ничего нет Про флору и фауну Я вас уверен Не шутите так Клин Пантелеич Да вы шутите Уже три человека убиты А вы все шутите и шутите Я вас не понимаю Вы за кого меня принимаете Вашего повара убили Его дед спрятал Клад на каком-то Греческом острове И вы вдруг Собираетесь туда В экспедицию Затем на корабле Убивают Завесова И у него каким-то чудесным образом Находят рукопись Капитана Русанова И вы ничего не знаете О связи этих событий Я не понимаю вас Вы захотите сказать правду Я у себя Пастоселов Пастоселов Прошу прощения За эту нелепость К сожалению Поставьте Вы своего добились На меня только пальцами показывают Чего вам еще? Мой долг Выполнять следственные действия Возможно Я не помню Я не помню в каком углу Была в какое время А что? Я теперь убийца? А где был Глинский? Глинский был со мной Все это время Всю вторую половину дня Кстати Насчет той девушки Она моя горничная Бывшая Она у меня больше не работает Меня это совсем не интересует Меня это совсем не интересует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Пояснилось, что в каюте его нет Стали искать его До сих пор не нашли Каюта была заперта? Да, я открыл ее Дубликатом ключа Следы обыска? Нет, ничего такого А что случилось? Баранков пропал Вы не видели его утром? Надо посмотреть О госпожи Варяжской Удачная шутка Можем, на что я говорю? Простите Госпожа Варяжская уже на завтраке в салоне Баранкова она не видела Ночью я слышал То ли крик То ли всплеск Я сначала не понял Это Баранкова? Теперь думаю, да Когда вы слышали этот всплеск? Около часа ночи Боже мой Часы Господа, минуту внимания Судно меняет курс Мы идем обратно тем же путем Что и пришли сюда Пассажир Баранков упал за борт Около восьми часов назад Команда сделает все возможное Чтобы найти его Надеюсь, что господин Баранков жив Если кто-то может что-то сообщить По этому делу Просьба обращаться ко мне Или господину Ардашеву Насколько мне известно Баранков вчера снимал мероприятие на пороге Верно, он снимал демонстрацию с сикстанта И водолазного костюма А кто проводил? Штурман и водолаза Сташки На что? Думаю, он мог что-то такое снять Что встревожило преступника Почему же Баранков сразу не сообщил об этом? Не знаю Пока не знаю А где пленка? Пленка в каюте под охраной Так что можете не беспокоиться Пришлите ко мне штурмана Субтитры подогнал «Симон» Вот здесь стоял стол Все подходили Пробовали сикстант А Баранков снимал оттуда Там стояла его камера Благодарю вас Это может быть что угодно О чем бы? Что такого мог снять Баранков Что его бросили за борт Господин Ардашеву Ага Как вас снимал Баранков? Значит здесь висел водолазный костюм Он стоял там и снимал Я тут ходил Потом он занял странную позицию Ракурс называется Положил вот сюда камеру Говорит, для того чтобы я выглядел Более внушительно что ли? Так Нужно занять нижнюю позицию А где вы стояли? Здесь А камера была здесь? Чуть ниже Здесь? Да Доктор Что вы видите? Я вижу господина Асташкина А еще что? Я вижу ваш гамак Возможно кто-то был там наверху Когда Баранков снимал с нижней точки водолаза Баранков мог и не понять ничему Ему был интересен водолаза А вот тот кто был наверху Испугался Что пойдет на пленку Почему? Вероятно что-то искал у меня Записки капитана Русанова Естественно Значит Если преступник сбросил Баранкова На пленке он будет все равно зафиксирован Это будет понятно только по возвращении в Россию Когда пленку проявят Значит преступнику нужна пленка Кто бы он ни был Он попытается ее заполучить Я попытаюсь определить Кто же проводил у меня обыск Главный подозреваемый Глинский В это время был под арестом Да то Смальского как раз отпустил Надо снять отпечатки на моей палубе Как успехи? Нет никаких отпечатков Кроме моих Вероятно тот кто проводил у меня обыск Все отпечатки стер Значит неизвестного теперь можно увидеть Только на пленке Именно Человек на борту Человек на борту Человек на борту Как вы себя чувствуете? Где я? Вы на нашем корабле Доктор Сколько я здесь? Четыре часа Какой кошмар Какой кошмар Не волнуйтесь вы в безопасности Как это случилось? Меня Сбросили Вы видели кто? Господин Баранков Это важно Вы видели кто? Мне надо поспать Господин Баранков Господин Баранков Вы помните кто? Ему необходимо отдохнуть Когда он проснется К утру Не раньше То есть до утра Вы ничего не узнаете? Ему необходим покой Поехали Все 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я бы не советовал прогуливаться вдоль борта в одиночестве Не волнуйтесь, я не выпаду за борт Баранков не упал, его сбросили Хотите выпить? У меня? Я вас не приглашаю У меня под парусом Ну все? Теперь начнут судачить, что я меняю кавалеров, как перчатки Задитесь сюда, вас никто не увидит Благодарю Спрашивайте Что? Вы всегда что-нибудь спрашиваете Ну и что только подержать беседу Вы вчера участвовали в этом действии с сектантом, водолазным костюмом? Наблюдала издалека Ничего подозрительного, опасного не заметила А ночью? После ужина я на палубе не была Можно я задам вопрос? Пожалуйста Что же все-таки происходит на нашем кораблике? Если бы я знал, убийца уже давно был бы арестован Шарады разгадываете? Да, коротаю время Я думаю, вам здесь не приходится скучать Да уж Наска, тура! Бальцева! Бальцева, тура! Господин музыкант, что же вы не играете? Так это... Обстановка родине непраздничная Господин Ардаш Ну а чего же? Господин Бранков Цел и невредим Это ли не хорошая новость? Ну, хорошая А кто же, можно играть, что ли? Конечно, сыграйте что-нибудь душевное С превеликим удовольствием Пальцева! Кутеж с музыкой Да Почему бы и нет Господин Варяжский говорил что-нибудь об этой экспедиции? Ничего Нам несколько раз приезжал господин Завесов Они совещались Осип сказал, у них какие-то дела Я не вникала Ну, мало ли какие Да Моя звезда сгорела лишь на треть Еще ее дыхание не пропало И чтобы до конца не догореть Она теперь горит лишь в полмакала И до конца ей свет свой не отдать И все ее бессмысленные старания И все теперь, что можно загадать Не целиком, а лишь полужеланья Полуоткрытых окон полусвет Твои полураспахнутые шторы Твой полувзгляд и мой полуответ Незначащие полуразговоры Нанай, 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 нанай Моя звезда сгорает, как свеча Настанет час, когда она растает Все звуки во вселенной замолчат И птица в клетке биться, перестанет Полуоткрытых окон полусвет Твои полураспахнутые шторы Твой полувзгляд и мой полуответ Незначащие полуразговоры Нанай, 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 нанай Крем поделить Такой вечер Можете мне объяснить, почему вы меня все-таки оставили в тот раз? Я не готов сейчас об этом говорить Не готовы сейчас? Луна, аккордеон Разве можно найти более подходящий момент? Я это сделал, потому что Стой! Стой! Держи его! Куда он делся? Здесь где-то был! Кто это был? Да, кто-то пробежал, но я спиной сидел А, на полуют Где он? Убежал куда-то Куда убежал? Вроде туда побежал, а вроде и нет Он подходил к каюте Бранкова? Да, подходил Разглядеть его успел? Нет, только силуэт со спины Вернитесь в каюту КОНЕЦ 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 Где мы? Остров Лесбос. Доброе утро, Клим Пантелеич. Ну, признавайтесь, откуда вы знаете это слово? Какое? То, что написано в тетради «Corsars», «Корсары» по-английски. Она вам помогла? Да, я разгадал криптограмму. Так откуда? Поздравляю. Слышала в разговорах между мужем и Завесовым. Еще не говорили про морячка. А что за морячок? Я просто слышала. Отставной морячок в связи с этими «Корсарами» в разговоры не вникала. Вы мне очень помогли. Благодарю вас. Капитан Немер, чем могу служить? Коширин, Антон Филареевич. Заместитель начальника состного отделения Ставропа. Да, я получил телеграмму. Добро пожаловать на борт. Благодарю. Благодарю. Что у вас тут происходит? Ну, двух словах и не скажешь. Вам лучше поговорить с господином Ардашевым. На берег никого не пускать. Разумеется, я уже распорядился. Прошу. Прошу. Варя, да подождите вы! Варя, на нашем кораблике небезопасно гулять в одиночестве. А вы что, теперь все время со мной будете? Хотел бы все время, да только вот вы не позволите. Разве что только до дверей вашей каюты. А вы все нахальничать изволите. Какие уж тут нахальства? Вы видите, что тут происходит? Может, бокал шампанского? О, ну уж нет. Это лишнее. Ну, тогда... Тогда прогуляемся по кругу. Берегите голову. Антон Филареточ, ну, наконец-то. А то ведь пропадаем тут без вас. Клим Пантелеич, приветствую. Ну, что тут у вас? Да у нас тут форменный конфуз. Вот-вот. Ну, ну-ну, рассказывайте. Пойдемте в лазарет, по дороге все объясню. Бранков, говорят, проснулся. Слышали про Бранкова? Ну, наслышан. Начальник Соснового отделения города Ставрополя. Коширина Антон Филареточ. Доктор Нижегородцев. Бранков. Синематографический оператор. Как вы, Антон Филареточ? Привыкаю. И я тоже себя хорошо чувствую. Так. Я рекомендую полный покой. Как это произошло, господин Бранков? Вечером довольно поздно я подходил к своей каюте. Захожу в коридор, вижу, кто-то пытается открыть дверь моей каюты. И кто это был? Я не разглядел. Он был в другом конце коридора. Было темно. Свет уж погасили. Он выбежал по лестнице наверх, я за ним. Вышел на палубу, никого. Я подошел к борту, тут меня кто-то схватил сзади за ноги и перебросил через борт. Какое чудо, что вас нашли. Какое чудо, что вы придержались на воде целые сутки. Да. Самому до сих пор не верится. Мне доложили, что были и другие попытки проникновения в вашу каюту. Очевидно, за пленками. Что же в этом такого наснимали, господин синтографический оператор Бранков? Вот и я голову ломаю, но ничего не могу придумать. Снимал самые обыкновенные кадры. Пассажиров на палубе. Ничего таинственного. Да. Отдыхайте. Отдыхайте в вашей пленке под надежной защитой. Спасибо. Что с ним? Морская болезнь, доктор. Так, я тоже, пожалуй, пойду. Спасибо. Что-то у меня от ваших рассказов, Клим Пантелеич. Глава округа. Двое убитых. Криптограмма. Человек за бортом. Какие-то корсары. Я прям не знаю, хватит ли мне рейса войти в курс дела. А вы оставьте это мне. Я со всем разберусь. Это как же? Отдыхайте, наслаждайтесь среднеземноморскими красотами. Я найду убийцу, а вы его арестуете. Ох, Клим Пантелеич. Я в некотором роде лицо официальное. И для ареста мне нужно что? Правильно. Улики. Об уликах не беспокойтесь. Я докажу вам, что от руки преступника пал и Завесов, и Стюарт, и повар господина Пустасевова. Ну, хорошо. Допустим. А при чем тут убийство повара? Если перед самым моим отъездом, тот самый беглый каторжник чистосердечно раскаялся и признал вину всем дерзким словом и шлим. Нашли украденные деньги и портигар? Антон Филаретоич. Да? Нашли деньги и портигар? Портигар он продал, как говорит. А деньги потратил. Скорее всего, сам себя оговаривает. Найду преступника, он признается, что убил повара. Я вам обещаю. Обещаете? Дерзайте. Только обязательно докладывайте мне о всех деталях расследования. Непременно. Я знаю. Это все из-за вас. Вы это мне? Вам. Кому же еще? Вы притворяете случайный гость, но на самом деле все это происходит из-за вас. Ну вот как. А чего вы это взяли? Во-первых, я слышала разговор Завесова и Лепилова. Ваш покойный муж вложил деньги в эту экспедицию. А чего он умер? Послушайте, что вам нужно? Во-вторых, этот Глинский явно ваш сообщник. Хоть вы и делаете вид, что познакомились с ним. Так-так-так. Хорошо. А что еще? В-третьих, вы авантюристка. Я вижу вас насквозь. Много вы авантюристок в жизни видели? Достаточно. Не волнуйтесь. Почему же тогда господин Ардашев до сих пор не вывел меня на чистую воду? Потому что в отношении вас он пристрастен. Вы... Он же мужчина. Он ослеплен. Вы этим пользуетесь. Да, такое бывает с мужчинами. Но я слежу за вами и я открою ему глаза. Господи. Все это время, каждую свободную минуту, я посвящал вашей головоломке. И вчера мне показалось, что я нашел решение, но... Интересно, какой же метод вы избрали? Шифр Цезаря, Полибия, Гроссфельда? Может быть, таблица виженера? А, дайте угадаю. Начали с квадрата кардана, остановились на способе триссимуса, да? Я пронумеровал алфавит. И подставил буквы. Но получилась какая-то билиберда. И какой же алфавит вы взяли? Наш, естественно. А вот если бы вы взяли английский, и сдвинули бы его на одну букву вниз, и только затем пронумеровали, то получилось бы вот это. Золотая пещера. И ее координаты. Что? Вы разгадали? И где же находится этот остров? Где-то в южной части Эгейского моря. Так. Нужно определиться по карте. Не думаю. Уверен, что наше судно придет именно к этому острову сокровищ. Но руководителям экспедиции понадобится описание местности. А описание местности находится в записках капитана Русанова. Так. И что же делать? Ждать и готовиться. К чему? Ко всему, доктор. Боже мой. Какая светлая голова. Для меня. Пожалуйста. Но здесь же нет публики. Просто для меня. Прошу. Где тонет на море закат, Где грики скользят по воде, Где ветер бежит за волной беспечной, Где сладко сирены поют, Там остров разбитых сердец. Прозрачный растет Эдельвейс, Он вечный. Он вечный. Солнце ласкает песок. Белый и чистый. Построим мы из песка прекрасный дворец, На острове разбитых сердец. На острове том без стыда Русалка-ногая лежит, Греет свою чешую под небом. Там чайки кричат о любви, Которой не видел никто, Которой, скорее всего, нету. Солнце ласкает песок Белый и чистый. Построим мы из песка прекрасный дворец, На острове разбитых сердец. Построим мы из песка прекрасный дворец, На острове разбитых сердец. На острове разбитых сердец. На острове разбитых сердец. Добрый день, господин Каширин. Я могу переговорить с вами? Да, с кем я… Каверина, вам господин Пустасилов должен был обо мне сказать. Да, конечно. Я представляю двух влиятельных лиц из Кисловодска, вложивших значительные средства в эту экспедицию. Понимаю, понимаю. Эта экспедиция не может провалиться из-за сложившихся недоразумений. Нет, разумений. Убийство госпожа Каверина. Убийств, не имеющих к цели экспедиции никакого отношения. Я прошу вас, мы скоро прибываем к месту. Исследования должны начаться по плану. Я вас понял, госпожа Каверина. Да, вот еще что. Когда-то, когда я по молодости, ну, скажем так, водила знакомства с разными людьми, я знала господина Смальского. Он тогда еще не был журналистом и был осведомителем полиции. Но он работал на обе стороны. И на жуликов тоже. М-м-м. Даже так. Вы понимаете, о чем я? Один подозреваемый уже арестован. Смальский тоже был под арестом, но господин Ардашев решил его выпустить. А вот лучше было бы не рисковать. Да. Учитывая эти сведения, пожалуй. Я очень рассчитываю на вас, господин Коширин. Хорошего дня. Да черт знает что. Произвол. Вы уже задерживали меня. Как вы помните, господин Смальский, я уже снимал у вас отпечатки пальцев. Да не трогал я эту дверь. Это кто? Это корреспондент Смальский. Успокойтесь, господин Смальский. Если вы не прикасались к этой двери, так и пойдете себе спокойненько шампанское кушать. Ваши отпечатки есть на этой двери. Чья дверь? Это дверь кинооператора Бранкова. Ну? Признавайтесь, вы пытались выкрасть пленку? Вы Бранкова сбросили за борт? Ничего я не знаю. Ну, может быть, я и дотронулся этой двери, когда проходил мимо. А чего это вы дотрагиваетесь до двери, когда проходите мимо? Качает. Иногда. Мы в море. Отпечатки обнаружены многократно вокруг замочной скважины. Пытались взломать замок? Вы сбросили Бранкова? Нет. Я не скажу вам больше ни слова. Ни слова! Глава Ростова. Отлично. Ну что, Александр Викентьевич, прибываем? Прибываем на остров Парас. Вот тут и начнем наши исследования. Утром встанем на рейд. На рейд? Нет. Там нет причала. В любом случае, господин полицейский распорядился на берег никого не отпускать. Ну, это просто невозможно. Ну, я поговорю с ним. Уж будьте любезны. Мне это тоже надоело. Господин Пустоселов. Ну, вы еще об этом пожалеете. Доброй ночи. Глент Пантелеич, это я, Аркадий Аркадьевич. А что здесь делаете? А у меня дело к вам серьезное. Помните ночную беготню? Но вы еще спросили, куда он побежал? Да, конечно, помню. Угощайтесь. Благодарю. Так вот, я знаю. Я знаю, кто это был. Но вы же его не видели. Не видел. Но я слышал. Ну, я потом понял, когда снова его слышал. Так цокают набойки по палубе. Только и по ботинок. Кто же это? А, господин Пустоселов. Я благодарю вас. Музыка. Музыка. КОНЕЦ Далеко собрались, господин Пустоселок? А в чем дело? Я только приготовился к высадке. Ну, как будет разрешено? Это вы Баранкова бросили за борт? Хотели уничтожить его пленки? Да что за бред? Аккордионист, за спиной которого он пробежал ночью, узнал его постуку каблуков. Поднимите ногу. Вы сами убили своего повара и завесов, чтобы заблудить в сокровище. Какими сокровищами? Помилуйте. Господин Ардашев не все рассказал о ваших планах? Да знаю я эти фантазии, господин Ардашева. Достать вещи Пустоселовой и Шлюпке. Господа, позвольте официально объявить расследование за Иршину. Преступник, терроризировавший вас весь этот рейс, найден и обезврежен. Это господин Пустоселов. Чушь какая-то. Я требую российского консула. Позвольте изложить, как все было. Сначала господин Пустоселов убил своего повара, от которого узнал о Золотой пещере. Видимо, повар предложил союз в поиске пещеры. Сами они не могли разгадать криптограмму с координатами и дали объявление в газету. Ну, кроме того, господин Пустоселов предложил расшифровать криптограмму географу Завесову. И у того это получилось. После уже они оба, Пустоселов и Завесов, предложили ставропольским купцам организовать экспедицию в Эгейское море якобы для изучения флоры и фауны на островах, чтобы под прикрытием экспедиции отыскать золотую пещеру. А вот повар Русанов уже был лишним. И господин Пустоселов убил его в собственном доме, имитировав ограбление. Господин Каширин, а вы не торопитесь с выводами? Вот, 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 вот. Все это домыслы. Что-то я, Клим Пантелеич, вас не понимаю. Вы же сами мне все это рассказали. Я всего лишь обрисовал ход событий. Но то, что Пустоселов убил повара, я не говорю. А я думаю, дело ясное. Уже во время плавания Пустоселов и Завесов поссорились. Или Пустоселов решил, что географу ему больше не нужно, и убил его. И стюарда убил. Вероятно, как свидетеля убийства Завесова. А зачем Пустоселову убивать повара в собственном доме, а? Ну, мало ли, может, они поругались? Повторяю, я пришел и нашел его в своем кабинете уже мертвого. Позвольте, но зачем господину Пустоселову привлекать к расследованию господина Ардашева, зная его репутацию как адвоката, который всегда находит настоящего преступника. Ну, это уже господин Межгородцев субъективное мнение. А это не мнение, а общеизвестный факт. Благодарю вас, доктор. Я хотел бы допросить еще двух подозреваемых. Это кого же? Смальского и Глинского. А зачем? Дело ясное. К тому же я велел их отпустить. Господин Коширин распорядился. Ну, да. Я всех велел отпустить на берег и их тоже отпустили. Нападение в рубке! Доктора! Доктор, скорее! Сопроводите господина Пустоселова в его каюту! Меня ударили по голове! Кто? Сзади. Я не видел. Забрали те вещи, что здесь были. Вещи господина Пустоселова. Куда? Куда? Печальный конец. Ну, вот и все. Дело закрыто. То есть как закрыто? Кто-то же напал на Вахтенова, забрал с их стантой карту. Ну, знаете. Это уже другое дело. Кто-то, соблазнившись вашими рассказами о кладоискательстве, решил попытать счастье. И как теперь понять кто? Вы же всех на берег отпустили. Красиво тут. Вы ведь с самого начала знали, что это экспедиция за кладом? Кто поставил вас присматривать за своими вложениями? Двое уважаемых кисловодских господ. Завесов был в вашей компании? Да, был. Его привлек повар Русанов, чтобы тот разгадал криптограмму. И он ее, в конце концов, разгадал. Кто еще был в деле? Больше никто. Вы знаете, кто убивает? Госпожа Каверина, если вы кого-то покрываете, лучше признаться в этом прямо сейчас. Господин Ардаш, я вам сказала все, что я знаю. Еще вопросы есть? Здесь на самом деле никакой экспедиции нет. Здесь она на самом деле не за птичками и рыбками. Предлагаю немедленно возвращаться в Новороссийск. Это правильно. Конечно, давайте оставим преступника безнаказанным, да еще и сказочно богатым. Да. И что вы предлагаете? Пойти в Золотую пещеру, арестовать преступника и найти клад. Это Греция, мы не имеем права. Найдем сообщим властям. А если его там нет, мы должны взять преступника в любом случае. Ну, что? Господа, я иду с вами. Нет. Клим, Батилеевич. Клим, Батилеевич. А вы уверены, что правильно идем? У нас есть точные координаты и подробное описание местности. Правда, прошло лет сто двадцать, но горы за это время не сдвинулись. Если мы идем правильно, то должны быть какие-то следы того, кто идет впереди. Да, верно. А вы уверены? В чем? В что они измирались? Горы? Это должная ваша гипотеза, Антон Филаревич. Все примерно так и происходило. Ну, вот только Пустоселов никого не убивал. Да, он был в союзе с Завесовым, но был еще кто-то. Кто? Если бы я знал. Этот человек собрал все сведения о кладе, решил добыть его самостоятельно. Убил Русанова, затем убил Завесова. Намеревался убить Пустоселова, который испугался его, и поэтому бежал с корабля. Ну, зачем нужно было убивать Стюарду? Стюард стал свидетелем убийства Завесова и шантажировал преступникам, я так думаю. Мудрствуете, Климп, и телечь. Из чего это все вытекает? Из логики, Антон Филаревич, из логики. Пустоселов был напуган, растерян, но он не убивал. Да, Баранкова бросил за борт. Почему? Пустоселову нужны были записки капитана Русанова. Да, и когда он искал их в моем жилище, Баранков случайно заснял его. Опять логика? Опять. Можем идти? Да, надо идти. Свежий слон. Мало ли кто сломал. Смотрите. Здесь еще одна ветка сломана. Это уже не случайность. Не понимаю. Он указывает нам путь. Кто? Преступник? Зачем преступник указывает нам путь? Не преступник, а тот, кто идет с ним не по своей воле. Смотрите, господин капитан. Бог мой. Это же… Что? Это платок госпожи Варежской. Я уверен? Да, уверен. Зачем же злодею брать с собой Эдлаиду? Это же обуза. Думаю, что он решил подстраховаться на случай встречи со мной. Да. Значит, это Глинский. Он все время крутился возле нее. Или Смальский. У нас нет времени. Идемте. А все-таки, что мы будем делать с Клодом? Если он есть. Пожертвуем на развитие российского синематографа. Шутка. Там уж лучше на строительство железной дороги. А я бы дачу купил. С мизонидом. Господа, мы в Греции. Я не знаю здешних законов. Но в любом случае, клад мы должны передать местным властям. Может, нам перепадет какой-то процент. Что случилось? Клим Пантелеич. Антон Пилареточ. Антон Пилареточ. Кто Пилареточ? Что? Клим Пантелеич ушел. Как ушел? Куда ушел? Идите к пещере. Преступник. Что? Кто преступник? Не может быть. Где б route? Как палюрыточ? Да, buttуда. Я жду wszyscy на поселётесь. Да, я быし. Я же сама понял. Вас не meglio? Что luxurious? Что Бросай оружие, или я его пристрелю. Вы взяли с собой госпожу Варяжскую на случай встречи со мной? Так вы ошиблись. Она мне совсем недорога. Ну да. Я видел вас вместе. Бросай оружие. Не вынуждай меня! Так вы нашли, что искали? Тихо. Слышь. Ах! В! Ах! В! Ах! 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 Не двигайся. Кто стрелял? А ну! Голову поверни! Голову поверни! Аккордеонист. Музыка. Жадность. Вас ведь Завесов привлёк к этому делу? Завесов. Да это и я расшифровал криптограмму. Он меня даже в дело брать не хотел. Двадцать пять рублей дал. Нашёл дурака. И вы решили всё сделать сами? А чё ж нет, если у меня весь расклад и координаты. Убили Русанова, устроились на судно аккордеонистом. Я когда с флота демобилизовался, надо же как-то было жить. А у меня с детства к музыке способность. В каком звании служили? Мичман. Всю японскую компанию, будь она неладна. Да ладно, шифровальщик в штабе – это не военный корабль. А откуда знаете? Догадался. Завесов так удивился, когда меня увидел. У него глаза на лоб полезли. И вы его убили. А Стюарта за то, что стал свидетелем убийства. А я ему денег пообещал. Отдашь? А почему ты меня сразу не убил? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Необходимо составить опись. Резонно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что дальше? С нового служения. Это не ваше дело. Ему никто не нужен. Я таких знаю. Прощайте. Прощайте, Варя. Аделаида Александровна, я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся при имении о драматичных обстоятельствах. Это и все, что вы можете мне сказать? Боюсь, что да. Вы бегали от меня всю дорогу обратно. Притворялись, что мы едва знакомы. Кем вы себя возомнили? Госпожа Варяшкина, вы что-то оставили в своей каюте. Да что я оставила? Коробочку какую-то. Какую еще коробочку? Не могу знать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На память о море, солнце и тайне далекого острова. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сегодня у меня встреча в дворянском собрании. Приготовь мой черный сюртук. С бархатным бортником? Да, и сорочку. Ту, которую вы купили Бочаровой? Да. Можно ее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА